Вот сейчас будет серьезный бой, который в принципе может в дальнейшем определить судьбу выхода из группы двух человек, поэтому сейчас не будем сильно Atari отвлекать, просто посмотрим, как будет развиваться игра. Тапчика издалека, на АП-4, не получается даже у Костогриса сейчас с АП-2 в конце, Костогриса 2 прожимается. Не дает себя ударить сейчас, Atari уворачивается бесконечно, вот так, ну вот, Костогрис не дает убить своего слабого персонажа. Он же вовремя сменяет. Большое преимущество сейчас Atari по жизни, но в данный момент он рискует. Хаймал на лаунчер, и так не поменявшись с половиной жизнью, Ганрю забрал обоих. Опять на тот же лаунчер попадается Atari, хороший джаггл, в прошлый раз он не получился. Да, спейсинг с АП-4, конечно, он сильно умает атаку. Возможно, это даже результат того, что Костогрис видел, как играет Atari против спирита. Какие-то моменты успел заметить, где можно выходить на атаку. Ну, а здесь он пытался прыгнуть. Напомню, практически невозможно прыгнуть на эту ручку, если нахрюгив не попал. 1-1 по раунду. Упорная довольно-таки борьба. Баундит в прыжке доктора Брайан. Аккуратнее чуть оба игрока. Это приятно видеть, не лезет. Ладский раш. Пытается мощными ударами сближаться в Костогрис, чтобы одновременно не сильно рисковать и получить бонус по урону большой. Но, правда, оба удара, с которыми он сближается за Брайан, приседаются. Ну, пока он видит, что Atari этого не делает. Ах. Хорошая лоу-пери. Сейчас видим стандартная попа обосканающая. И лаунчер здесь. Угадал в прыжке Костогрис. Именно. На прыжке. И ловил он. Этим лаунчером. Агрессивно начал. Сейчас игру. Видимо, решил зажимать. И смотрим, что Atari этого поставит. В пикартике. Опять промахнулся в своем ДВ-2. И опять же, бэкдэш АП-4 поднимает контакт. И тут уже, кажется, и все равно персонажа осталось слишком, чтобы оставлять его в игре. Очень, очень большой заделок по жизни сейчас преимуществовал. По 130 его реализуют. Послушаю. Итак, начинается второй бой. Меняет пару тари. Ни одного из персонажей, которым он участвовал в предыдущем бою, не оставил. Удел Мардека и Кинга. Но Костогрис, как мы уже знаем, играет одной парой. Знает эту серию, он вырвается из броска, вырвается еще из одного броска. Съедает нижний удар, но не удается сделать джаггл с него. Пока никаких серьезных ошибок Костогрис в игре не допускает. Здесь пропускает бросочек, который выводит на чейн у Кинга. Здесь он не рвет его после второго. Видимо не знает или не получается у него в тайминг нажать. И жизни хватает, чтобы взять первый раунд Тари. Оба игрока начинает агрессивно раунд с джебов. Ну, в дальнейшем засетапит лаунчер, он играет с ним на Костогрис. Знает оба игрока, где у них преимущества, а где наоборот. Дисадвентедж, я аккуратно. Довольно, где-то просто с этим наше играет. Много дамага сейчас наносит, конечно, этим джаггом. Как Согрис. Итак, контрфит. И блокирует все-таки он из-за нижней. В прошлый раз он его пропустил. В похожей ситуации сейчас он его блокирует. Атари после него пропускает на очередь, который по идее не должен был зайти. Потому что удар цеховый. Отбивается с прошлым музыком на атаке и опять состояние ходит. САП-4. Что приносит ему удачу и одного персонажа. Испалитором. Тарем выводится за грязь. Присаживаться за революцию. Это было здорово. Ну да, это мало пользы. Этот джагг серия в бросочек. Приносит, к сожалению, бросочек. Там только один можно делать. Поэтому не запутаешь игроков этой разводочкой. Здесь хорошо засетапленный анблокабл. Анблокабл. Да. Не просто. Не получился, да. Немножко Шайник Визард. Но это не страшно. Может быть, судя по отсутствию разрыва, его и ждали. Вот. Интересно. Сейчас по-другому Тари сыграл не так, как в прошлый раз. Ну и Костогрис сыграл не так. Тогда он встречал его джебами. Не угадывает из маунта выход. Порум, например, на жизни. Чуть больше отнял сейчас Брайн. Вовремя меняется Тари. Это правильно. Здесь не приседает он, к сожалению, тот вторым. Но там сейчас появилась разводочка с медом. Ошибка. Разрыв броска. Это вот этот сложный был разрыв. Потому что бросок там не увидит на реакцию. Там можно просто угадать. Одинница или двойка. Вот. Выбегает он прямо в лаунчер. Не получается. У Тари волкома слишком много. Ударов двоечка была на стенке уже лишняя. Два Мардека. И чуть-чуть оставалось снять Тари жильни. И Д4 выполняет свою задачу. Вот мы видим опять. Пытается Эфо 2 или Эфо 4 начать атаку с расстояния Кастогрис. В этот раз он не лезет. Просто дожидается. Он сейфовывает коленки в руку. Он разрывает бросок с двух рук. Кастогрис. В этот раз АП-4 не принес успеха Кастогрису. Потому что Тари делал бросок. А у Мардека напомню броски с воздуха снимает. Угаданное ФЦДФ4. Наказание практически полный джагл делает Кастогрис. Практически все броски рвет. Кастогрис против Тари. И видимо это все. Да, упорный был бой.